Добрый вечер! В эфире юридическая приемная. Это программа, где представители Ассоциаций юристов России отвечают только на такие правовые вопросы, которые могут коснуться каждого. Сегодня мы обсуждаем тему блокировки подозрительных платежей по банковским картам. Именно такое право было предоставлено банкам и иным операторам платежей совсем недавно федеральным законом. Что это? Панацея от действий мошенников, злоумышленников или очередные сложности и ограничения, которые возложены на россиян? В этом мы попросили помочь разобраться заместителя управляющего отделением Красноярск Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Игоря Николаевича Игорь Николаевич, вот вы говорили мне, что только за 2017 год число вот таких несанкционированных операций по счетам наших граждан составило более 300 тысяч. И всего, насколько я вас правильно понял, было украдено у людей с банковских карт более 1 миллиарда рублей. То есть это совершенно астрономическая цифра. Скажите, в чем суть вот этих новых изменений закона и действительно они защитят нас всех от кибермошенников? Основной целью данного закона является все-таки защита денег клиентов, банков, коммерческих банков. Но кроме того, данный закон обязывает кредитные организации, то есть коммерческие банки заниматься вопросами антифрода, то есть противодействия кибермошенничеству. В первую очередь банк решает вопрос о приостановке платежа в случае, если получатель платежа находится в базе данных, которую ведет и организовывает Центральный банк Российской Федерации. В этой базе содержатся получатели, которые были либо уличены в хищении средств, либо заподозрены в хищении средств. Вторым критерием, по которому происходит приостановление транзакций, является совпадение информации об устройствах, при помощи которых осуществляется платеж, с той информацией, которая находится в базе. И третьим, пожалуй, таким общим критерием является несоответствие характера, объема и параметров проводимых операций. Что это значит? Ну, что это значит? Это значит, что когда человек совершает какие-то операции, свойственные ему на протяжении определенного времени, какие-то операции могут быть нетипичны его финансовой позиции. То есть, с одной и той же карты в разных местах начинаются сниматься средства. Причем эти места очень сильно удалены. Естественно, понятно, что мошенники захватили средствами платежа и пытаются обналичить его средства. Ну, с разными местами, наверное, понятно. Действительно, если сегодня, я осуществляю платеж в Красноярске через час где-нибудь в Москве, я через три часа в Нью-Йорке, то, очевидно, что-то происходит не так. Но ведь критериев там больше. Там сравнивается, насколько я понял этот приказ Центробанка, и объем этого платежа, его периодичность, и даже время дня, в котором он осуществлен. То есть, даже такие есть критерии. Вот насколько они корректны, насколько они не размыты. Потому что, например, человек сегодня заплатил тысячу рублей, завтра заплатил тысячу, послезавтра ему понадобилось перечислить 50 тысяч рублей. Этот платеж остановит? Понимаете, регулятор, то есть Банк России, представителем которого я являюсь, не устанавливает для банка порядок выявления таких транзакций. То есть, технические и организационные меры, которые применяются операторам, они выбираются самими операторами в рамках реализуемых ими систем управления рисками. Потому, если мы углубимся, скажем так, в анализ вот этих критериев, мы потратим просто очень много времени. И понятно, что в современном мире для, скажем так, проработки вот этих алгоритмов выработаны очень существенные критерии, которые под собой имеют математический анализ, которые имеют под собой некоторый социальный анализ. Потому, в общем-то, можно сказать с большой долей вероятности, что несмотря на то, что вот эти, скажем так, ограничения, они, на первый взгляд, ограничения, они могут вызвать некоторые затруднения у людей, они все-таки призваны к тому, чтобы сохранить деньги у клиентов коммерческих банков. Цель благая, с этим, безусловно, спору нет, но я, как клиент банка, как лицо, у которого на карте находятся мои собственные законно заработанные деньги, безусловно, должен, я, насколько себе понимаю, сегодня знать и понимать, что если я запланировал какую-то покупку, которая отличается от стандартно осуществляемых, то я должен что сделать? Или меня неименуемо ждет блокировка? Нет, есть очень хороший выход из данной ситуации. Ну, во-первых, часто люди попадают в такие ситуации, то есть сам по себе этот механизм, он не новый, он и ранее применялся банками. Единственное, что надо какую оговорку сделать, что с введением данного закона банки, во-первых, будут чаще принимать вот эти меры, значит, с одной стороны, и с другой стороны, надо понимать, что это защитит людей от нежелательного списания, нежелательных транзакций. Чаще всего люди, скажем так, попадают в такие условия, озвученные вами, да, когда они совершают либо какие-то поездки, либо переезжают за границу. В принципе, надо понимать, что если человек предполагает какие-то большие траты не в своем регионе или за границей, ему лучше связаться с банком и уведомить банк о том, что человек предполагает некоторые траты не в своем регионе или вообще за границей. В этом случае тогда не произойдет приостановление этих транзакций. Это как бы первое. И второе. Если вы планируете приобрести, сделать большую покупку, при этом оплатить эту покупку с карты, об этом тоже желательно уведомить свой банк. То есть, по ним понятно, что это операция. Большая – это сколько? Большая – это понятие у каждого свое. Соответственно, если человек тратил какие-то суммы до этого, алгоритм и критерии приостановки… Вот мой пример – тысяча и пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч – это большая. Я еще раз подчеркиваю, я выступаю с позиции регулятора банка, который не устанавливает четких критериев. За все коммерческие организации я сейчас не могу вам дать ответ, насколько коммерческая организация признает ваш платеж… Настроит свою технику, блокировку этих карт. Понятно, смотрите. Выявили подозрительную операцию, ее остановили. Что дальше? Дальше банк что делает? После того, как операция будет остановлена, закон обязывает банк связаться с клиентом и выяснить все эти вопросы, нюансы. То есть, он должен получить подтверждение легитимности данного платежа. После того, как он получит, платеж будет немедленно оплачен, при этом никаких дополнительных действий по разблокировке, еще каких-то действий не потребуется. А если не получен ответ от клиента? А если не получен ответ от клиента, банк имеет право задержать, приостановить платеж, приостановить, я подчеркиваю, платеж до двух суток. А потом? Потом будет зависеть все от того, какие условия оговорены договором или, значит, самим банком. Как он поступает в таких условиях? Ну, то есть, потом деньги все равно могут уйти. Или они останутся на счете? Ну, вы же понимаете, жизненной ситуации очень много. До клиента не дозвонились. У него был отключен телефон, не оплачен счет телефона. Он был в дороге, в самолете. И же с ним, да? То есть, так получилось, что двое суток истекло. И вы меня поправьте, но у меня существует некое предположение, что банка может оказаться выгодным не дозвониться до клиента, потому что через 48 часов они снимают с себя всякую ответственность. И дальше, если деньги ушли не санкционировано, то банк уже за это не ответит. Вот как вот этот механизм, будет ли он вообще контролироваться, вот этого дозвона до клиента в течение двух суток? Можно по-разному звонить. Я предлагаю эту ситуацию разобрать более детально. Я понимаю логику вашего вопроса. Грубо говоря, если человек ушел в тайгу, на охоту или в отпуск куда-то уехал, где он будет... Не на связи. Не на связи, просто не на связи. И если он заинтересован в том, чтобы его средства были сохранены, в принципе, он может уведомить банк, что он будет недоступен в течение длительного периода. Все транзакции, которые происходят с его счетом, будут считаться нелегитимными. Соответственно, здесь ничего не произойдет. Вышел в село, в магазине он уже булку хлеба не купит. Опять звонит банк. И это тоже надо понимать. Потом надо понимать, в какое село он вышел. А то, может быть, просто и транзакцию-то негде провести. Может быть, на этот счет все-таки лучше иметь некий запас средств, которыми он может рассчитаться. Ну и в конце мы можем сегодня сказать всем, что деньги на наших картах продолжают находиться под контролем, под защитой банков и государства. И принятие этого закона никоим образом не означает некий сигнал к тому, что действия кибермошенников оказываются вообще вне контроля государства. Да, конечно. Прежде всего, я еще раз повторюсь, что закон направлен на сохранение средств граждан, которые находятся на счетах кредитной организации. Безусловно. Безусловно, банки в этом вопросе подотчетнут центральному банку, и они будут отчитываться. В том числе и по характеру кибератак, которые будут осуществлены на коммерческие банки. Кроме того, центральный банк создал автоматизированную систему обмена информацией. Кредитные организации, которые включены в эту систему, которые будут включены, а они будут обязаны все со временем быть включены в эту систему, будут получать информацию, оперативную информацию о текущих кибератаках, о возможных кибератаках. И, что самое главное, очень оперативно получать информацию по разрешению данных вопросов, дабы снизить ущерб от этих киберпреступлений. Соблюдайте законы, уважайте права других и будут праведливы с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова